МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только эволюционировал тот самый легкий, стремительный Jaguar XK первого поколения, созданный в 1948 году за эти 60 лет. Юбилей у XK. Ну что ж, повеселимся на трассе Нюрнбург Ринг. Тем более, что его тест на гоночном треке и станет тем самым мерилом, который позволит нам многое понять в эволюции этого знаменитого автомобиля. Однако до того, как попасть на Нюрнбург Ринг, мы проделали немалый путь на XKR и получили немало впечатлений и эмоций, которыми мы сейчас с вами и поделимся. По преданию, первый Jaguar XK модели 120 был создан отцом фирмы Jaguar, Уильямом Лайенсом, вместе с инженерами Уильямом Хайнесом и Уолли Хассеном. Всего за три недели. За основу взяли укороченное шасси Jaguar Mark V. Лайенс сам нарисовал его легкие, эффектные, эротичные обводы. Машину с алюминиевым кузовом назвали Jaguar XK 120 и собирались использовать лишь для испытаний двигателя конструкции Хайнеса. Но новый родстер на всякий случай показали в 1948 году на Лондонском мотор-шоу. И он вызвал такой фурор, что сэр Уильям Лайенс рискнул запустить машину в серию. И не прогадал. Именно успешные продажи Jaguar XK 120 позволили фирме выжить в тяжелое послевоенное время. Потом, правда, алюминиевые панели уступили место стальным, а крылатый металл остался для гоночных версий, которые блистали в том числе и в Лимане. На основе 120-го был создан более мощный 140-й, а затем и комфортабельный, но куда менее спортивный 1500-й, который охотно покупали в США. Нынешний XK дебютировал осенью 2005 года. В 2006 году явился миру сногсшибательный кабриолет, а накануне 2007-го машинку зарядили по версии R. Объемы V-образной восьмерки – 4200 кубов. Механический нагнетатель позволяет снять с этого мотора 416 сил при 560 ньютон-метрах крутящего момента. Разгон с нуля до сотни занимает 5 секунд. Неплохо для машины весом 2080 килограмм. Но главное в ней не цифры, а ощущения. Даже сейчас здесь, на обычной дороге, его звериный рык, который извергает очень хорошо настроенная выхлопная система, обещает довольно много. Правда, для того, чтобы насладиться этим звучанием, нам все-таки нужно будет открыть окно. Вот послушайте эти божественные звуки. Здесь есть даже намек на некий отстрел после сброса педали газа и переключения на более низкую передачу с высокой. Но стоит нам прикрыть окошко, как мы снова погружаемся в тишину британской гостиной викторианской эпохи. И вот тут хотелось бы заметить, что, может быть, неплохо было бы иметь несколько более худшую шумоизоляцию, чтобы подчеркнуть спортивность этого автомобиля и его настоящий, порой действительно бескомпромиссно-спортивный характер. Еще очень важное наблюдение, касаемое XK в частности и автомобилей Гран-Туризма в принципе. Ведь XK создан в идеологии Гран-Туризма. Здесь стоит коробка автомат. И купить XK с механикой, и даже XK R, на котором мы ездим, невозможно. Да и не нужна механика сейчас на таком автомобиле, который является не спринтерской игрушкой, а настоящим стаерским болидом, рассчитанным на то, чтобы пожирать пространство. 400 компрессорных сил, которые стоят здесь под капотом, вполне достаточно, чтобы обеспечить эффективную работу любого автомата. А здесь автомат не любой, здесь автомат очень хороший, отзывчивый. И стоит нам лишь чуть-чуть утопить педаль газа, и автомобиль словно улетает вперед, словно кто-то невидимый подхватывает тебя сзади и уносит, уносит, уносит. Некое ощущение самолетности во всем этом присутствует. При этом разгон не заставляет трещать шейные позвонки, он не срывает бошку, он не заставляет биться сердце со скоростью 200 ударов в минуту, и от него не темнеет в глазах. Все происходит очень мягко, плавно, но в геометрической прогрессии. А поэтому 5 секунд до сотни – это более чем серьезный показатель. При этом на самом деле, если верить техническим параметрам автомобиля, можно добиться и несколько лучших показателей. Конечно, как и на любом современном автомате, мы можем попробовать здесь переключаться вверх-вниз при помощи подрулевых клавиш. Правая клавиша у нас работает на повышение, левая – на понижение. Однако в реальности, повторимся, в реальности – это не более чем игрушка, потому что, повторимся, автомат на XKR и на многих других конкурентах достаточно эффективен даже в режиме драйв. А здесь ведь есть еще и режим спорт. Подвеска XKR достаточно мягка. Но с другой стороны, вот в поворотах на серпантине XKR начинает сначала потихоньку приседать, потихоньку валиться на бок, и кажется, что сейчас оно дальше пойдет заваливаться и поползет куда-нибудь в сторону. А нет, вот она, кошка, она вдруг внезапно собирается и начинает буквально вгрузаться в асфальт своими, хотел сказать, когтями, нет, а огромными широченными низкопрофильными лаптями. Хотя, конечно, эта подвеска для тех, кто привык себя ощущать в спорткале принцессой на горошине и чувствовать пятой точкой каждую морщинку асфальта, покажется, конечно, слишком мягкой, потому что, опять же, в автомобиль вложена совершенно другая идеология. И для того, чтобы ощущать седалищным нервом отличие в нюансах покрытия трассы Хоккенхайм, Сильверстоун, Маникур или Нюрнбург-Ринг, эта машина не подходит. Кстати, к Нюрнбург-Рингу мы уже и незаметно для себя подобрались. Ну что ж, вот мы и добрались до Нюрнбург-Ринга. Машинка у нас мокрая, но, на самом деле, мы не попали под дождь на последних двух-трех километрах, просто мы уже проехались немножко по полигону, где проходит обучение контраварийной подготовки. Это одна из основных частей громадного комплекса Нюрнбург-Ринга. Мы попробуем здесь, на мокрой дороге, выполнить переставку. А для того, чтобы уже там, на трассе, быть во всеоружии, попробовать выжить из этой кошки максимум. На самом деле, как вы видите, ничего сверхъестественного с X-Game не происходит на переставке, и даже на мокром асфальте скорость 73 километра в час. Можно было бы ехать гораздо быстрее, причем даже с отключенной электроникой. Хотя до конца, честно говоря, одна простым нажатием на кнопочку не отключается. Она лишь немножко отпускает уздечку. А вот сейчас задание посложнее будет. Это так называемая динамическая плита. Вот сейчас машина выезжает на мокрую дорогу, и сейчас ее дернет. И куда она поедет, абсолютно непонятно. Да, нас несет, разворачивает. И вот мы на заглохшем автомобиле, сделав оборот на 360 градусов, останавливаемся. Очевидно, и скорость была большая, и не готовы мы к этому были. Но попытка не пытка, возвращаемся обратно, включив все-таки электронную стабилизационную систему. Сейчас мы ехали без оной, а посему явно не были готовы к такому повороту событий. Хорошее упражнение. Пройдем его несколько раз, для того, чтобы действительно понять, насколько тонка кожа у XK и насколько чутко он реагирует на пожелания того, кто сидит за рулем. Ну что ж, делаем это еще раз. Если не превышать разумную скорость, как мы видели, электроника работает и позволяет вытащить этот абсолютно и бескомпромиссно заднеприводный автомобиль из довольно тяжелой ситуации, фактически вот это покрытие базальтовое, да еще и политое водой, имитирует голый лед. Наша же скорость сейчас была порядка 50 км в час. Чуть-чуть меньше, 49 с копейками. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и на трассе Гран-при. Здесь мы вливаемся в тусовку клуба Jaguar. Клиентскую тусовку люди приезжают покататься на арендованной легендарной трассе. И что ж, у нас есть прекрасная возможность попробовать здесь XK в дереве, так сказать. И вот уже чувствуется, насколько тяжелый, насколько тяжелый XK. Это действительно, это не эсминец, это не канонирская лодка. Это настоящий крейсер. Если не дреднул. Линейный корабль. И, конечно, на приниках он ведет себя практически безупречно. Но в повороте, конечно, масса дает на себе знать. Но с другой стороны, понимаешь, почему в рекламе Jaguar, в рекламе последних Jaguar, что XF, что XE, так много дыма, так много дрифта. Эта машина буквально провоцирует на то, чтобы немножко поскользить. Что категорически противопоказано в кольцевых фонах. Прямое скольжение, потеря скорости. А вот точно писать проекторию, идеально писать проекторию. Ловить те самые десятые, а то и сотые доли секунды на XK не очень-то и получается. Он провоцирует на более такую расслабленную, может быть, со стороны более эффектную манеру вождения. Но которая, увы, нужна не здесь. Нужна не здесь, на кольцевой трассе. А скорее на какой-нибудь клубной покатушке. Вообще стихия этого автомобиля, безусловно, это красивые. Очень красивая, подчеркиваю, дорога. С очень гладким, тянущимся на сотни миль асфальтом. С плавными, холодими, поворотами. Которая позволяет буквально съесть себя. И не заметит, какой бы длинной она ни была. Потому что XK это, безусловно, очень комфортабельный. Если не самый комфортабельный спорткар из тех, что присутствует в этом классе. И та культура, с которой проработана каждая его деталь, стоит больше. Чем-то лишняя сотка или десятка на круге, которые можно отыграть. А мы все, мы уже заезжаем на петлайн. А ведь праздник заканчивается, хотя он мог только начинаться. Потому что на самом деле сейчас отсюда взять бы вот этого красавца, взять бы вот этот XK и вольнуть на нем. Куда-нибудь на юг, по пятому автобану, через Базель, через Женеву, куда-нибудь во Францию на Лазурный берег. А там Канны, Ницца и Монте-Карло. Канны, Ницца и Монте-Карло.